Добрый день, с вами компания Union Auto. Предлагаю к осмотру бетонные насосы из Японии. Все мы знаем, в нынешней ситуации все очень тяжело. Санкции, запреты, геополитическая ситуация очень серьезная. Но, несмотря на них, мы все равно привозим эту технику. Сейчас вот, к данному вниманию, 5 единиц бетонных насосов. Это у нас Mitsubishi Fuso с установкой 25 метров. Два Хинаря одинаковые с установками Kia Kuto 26 метров. И два одинаковых Nissan с установками Niigata телескопическими 25 метров. Техника завезена на прошлой неделе, собрана. Сейчас будет оформляться, отправляться клиентам. Ну и начнем разбирать каждую единицу отдельно. Начнем с этих двух Nissan. Здесь у нас 95-е года. Два Nissan одинаковые, абсолютно с одинаковыми установками. Niigata 25 метров телескопические. Машины обе в отличном состоянии. Нигде ничего не гнилое, не ржавое абсолютно. Установка телескопическая. Почему? Вот она, эта система, которая удлиняет насос. Сам он 18, но за счет телескопа становится 25-метровым. А что у нас далее? Техника вообще, ну просто в идеальном состоянии на самом деле. Несмотря даже на ее год. Что у одного бетонного насоса Nissan, что у другого. Просто обратите внимание, допустим, на вот эти два компрессора. Просто отличных. Состояние техники, крышка, все блестящее вообще абсолютно. Также у этого бетонного насоса точно такая же система. Абсолютно точно такой же бетонный насос. Также, просим обратить внимание, японец придумал, сделал лайфхак, как прокачивать систему с олидолом. Просто ведро с давлением. Прошел шланг. Все, и прокачивает полностью систему. Здесь у нас самые дорогие установки японские Kia Kuda 26 метров. Самые дорогие. Из-за чего? Во-первых, здесь три секции, здесь четыре секции. Машина может подъехать, образно говоря, между проводов и за количество секций просунуть свой хобот и подавать бетон. Далее, самое важное, также у нее раскладка лап. То есть, сзади одна, здесь две. Получается, шесть лап в общем. У неегата только четыре лапы. Чем это удобно? Техника может подъехать вплотную к какому-нибудь забору. Немножко забора забрали, лапу прямо через него просунули, встали. Либо подъехали очень близко к зданию. На одну сторону максимально выкинули лапы, на другую чуть поменьше. И она вот спокойно будет работать нормально. Далее у нас точно такая же хина. Абсолютно точно такая же. Такого же года все. 13-литровый мотор, кстати, у них в обоих. Точно такая же установка, как киакута. 26 метров. Как их еще называют, киборги. За счет этой раскладки лап. Ну и последний образец, это Mitsubishi Fuso. Супер Гриф. С установкой Mitsubishi 25 метров. То же самое, три стрелы. Три секции, точнее, трех стрелы. За эту установку. Ну, обычная Mitsubishi Fuso установка. Ничего себе, естественно. Ничего каких там плюсов, минусов. Просто обыкновенная установка. Так что для всех сомневающихся в вывозе санкционной техники подкрепим грузовые таможенные декларации, вырезки с аукционов, когда они были куплены, когда заехали, когда растаможились. Вся эта информация будет в доступе. Смотрите на ютубе. Звоните нашим менеджерам. Связывайтесь с нами. Привезем любую, абсолютно любую санкционную технику. Даже больше этой краны, бульдозеры. Все, что угодно. Абсолютно все, что угодно. Доступно к вывозу. Так что подписывайтесь на наши соцсети. Ютуб, Инстаграм. Обращайтесь к менеджерам. Все привезем абсолютно. Всем до встречи в следующих выпусках. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова